На сегодняшний день вот здесь вот, вот здесь вот, вот это заброшенные дома. А вот в новом проекте заброшенных домов нет. Генеральный директор Саратовского автовокзала Кирилл Лаврентьев показывает, как будет выглядеть площадь после реконструкции. Здесь появится дополнительный технический комплекс, зона посадки и гостевые парковки. Существует очень большая проблема припарковаться около автовокзала. В связи с определенными требованиями по транспортной безопасности на территории автовокзала мы запускаем только людей, ну, инвалидов, людей с ограниченными возможностями на транспорте. Всем другим лицам проезд на территорию автовокзала, как на объект транспортной инфраструктуры, запрещен в соответствии с 16-м федеральным законом. О том, как будет выглядеть автовокзальная площадь, говорят на выездном заседании. Совместно с представителями Минтранса и разрабатывали проект. Пассажиропоток увеличился, говорят специалисты. В этом году от автовокзала курсируют автобусы по новому маршруту в аэропорт Гагарин. Это 32 рейса в день дополнительно. Уже прошло порядка 48 лет. Сейчас требуется реконструкция. Если железнодорожный вокзал еще как-то реконструировался, наш автовокзал, он в принципе остался в своих параметрах. Проектировщики предлагают два варианта расширения. Первый по улице Ямлютина. Там стоят заброшенные деревянные постройки и свалка. Эту территорию нужно оформить в областную собственность и передать руководству автовокзала, говорят эксперты. В этом случае эту зону благоустроят и сделают дополнительные парковки, которых так не хватает. Не вижу, чтобы там нормально стоят, места нет. Какой парковка здесь? Хотелось бы какую-то, чтобы платная стоянка была поблизости или еще что-нибудь такое. Но в любом случае, если я подъехал к вокзалу, я отдам эти 50-100 рублей и пойду по своим делам. Даже пешеходы, вот детишки идут со школы, а машины вот сами видите, они паркуются сами где хотят. Второй вариант – передать в областную собственность здание комбината общественного питания. Это больше 6000 квадратных метров. Этот объект не функционирует. Он на балансе железнодорожников. Проект пока только на стадии обсуждения. Его примерная стоимость – 40 миллионов рублей. Полина Попенец, Роман Шельзяев, Саратов-24.